Здравствуйте! На портал Экзегет поступил вопрос. Почему Бог выбрал змею на шесте в Ветхом Завете, которая исцеляла от укусов змей евреев? Ведь дьявол в виде змеи искушал Еву. Вопрос о медном змее совершенно непразднен и является, наверное, одной из самых интересных аллегорий новозаветного откровения, которую мы видим в Завете Ветхом. Шире можно обратить внимание на этот вопрос не просто почему выбрана змея. Мы видим в Новом Завете слова Христа о том, как Моисей вознес змею в пустыне, так надлежит быть вознесенную и сыну человеческому. Относительно прямого вопроса смысл предельно простой. На самом деле, змея для Ветхого Завета совершенно не всегда является исключительно негативным символом. Змей первых глав книги Бытия в принципе серьезно отличается от того обыденного образа змеи, который мы видим во всех остальных текстах. Банально он разговаривает и имеет конечности, потому что только после событий грехопадения относительно него говорится, что вот теперь он будет ползать на чреве. То есть между этим змеем и всеми теми, кого мы сейчас определяем как змей, существует серьезная разница. Более того, змея в культуре является образом мудрости. Поэтому, например, в словах Христовых мы видим такое уподобление о том, что будьте мудры как змеи и просты как голуби. Относительно же самого момента, почему именно змея возносится на шест в соответствующем повествовании, мы можем просто открыть книгу чисел, это 21 глава, и прочитать про соответствующий инцидент. От горы Ор отправились они путем Черного моря, чтобы миновать землю Эдома. И стал малодушествовать народ на пути, и говорил народ против Бога и против Моисея, «Зачем вывели вы нас из Египта, чтобы умереть нам в пустыне? Ибо здесь нет ни хлеба, ни воды, и душа нашей опротивила эта негодная пища». Здесь имеется в виду Таманна, которая является совершенно однозначным благословением Божьим. И послал Господь на народ ядовитых змеев, которые жалили народ, и умерло множество народа из сынов Израилевых. И пришел народ к Моисею и сказал, «Согрешили мы и говорили против Господа и против тебя. Помолись Господу, чтобы он удалил от нас змеев». И помолился Моисей Господу о народе. И сказал Господь Моисею, «Сделай себе медного змея и выставь его на знамя, и если ужалит змей какого-либо человека, ужаленный, взглянув на него, останется жив». «И сделал Моисей медного змея и выставил его на знамя. И когда змей ужалил человека, он, взглянув на медного змея, оставался жив». Сам текст свидетельствует нам о том, что Моисей получает от Бога повеление выставить змею на знамя ввиду, собственно, самого типа бедствия, то есть подобное к подобному. Змея на знамени как бы символизирует змею мертвую, змею побежденную, вывешенную на древко. Соответственно, взирающий на нее приобщается к тому дару благодати Божией, то есть, а мы видим, причиной произошедшего становится непослушание. «Мы не хотим здесь находиться, мы не хотим есть этот преподаваемый от Бога дар манны, нам ничего это не нужно, зачем вы нас привели сюда умирать». Это непослушание приводит к смерти в объективном смысле. Но через послушание Богу обретается выздоровление. Бог повелевает взглянуть на этого медного змея. И тот, кто от непослушания к послушанию перешел и готов это сделать, и, собственно, делает, остается в живых. Не случайно параллель с медным змеем использует и Христос. Хотя казалось бы, что вот, опять же, змей, искушавший Еву, и новый Адам, что может быть между ними общего? В этом смысле как раз ничего. Но, как мы и сказали, что между змеем книги Бытия и змеями обыденными тоже мало общего. Здесь параллель такого же типа. И новозаветная история продолжает эту же логику про то, что древнее непослушание также ввело человечество в смерть. Оно, условно укушенное змеем, теперь умирает. И выставленный на древко змей – это смерть, побежденная победой. Мы можем обратить внимание на соответствующий фрагмент, на соответствующее толкование у святителя Иоанна Златоуста. Он пишет. Действительно, чтобы кто не сказал, как могут верующие в распятого спастись, когда он и сам был одержим смертью, вот он приводит нас к древней истории. Если иудеи спасались от смерти, взирая на медное изображение змея, то, конечно, тем больше благодеяния могут получить верующие в распятого. И продолжает мысль. Видишь ли причину креста и спасение, от него происшедшее? Видишь ли соответствие между прообразом и истинной? Там иудеи спасаются от смерти только временной. Здесь верующий – от смерти вечной. Там повешенный змей исцеляет от укусов змей. Здесь распятый Иисус врачует уязвление духовного змея. Там взирающий телесными очами получает уврачевание. Здесь взирающий очами духовными освобождается от всех грехов. Там повешена медь, изображавшая подобие змея. Здесь тело владыки, образованное духом. Там змей кусал, змей и врачевал. Так и здесь смерть погубила, смерть и спасла. Змей на древке – это победа над смертью. Соответственно, Христос распятый в образе как будто бы побежденного на самом деле есть победитель. Поэтому соответствующая параллель и звучит в Новом Завете. Поэтому змей, собственно, и в книге чисел используется как благой символ. Всё это нас возводит к истории непослушания Богу и, соответственно, к выходу из этой истории через послушание Ему. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok